всем привет это добрые новости на новом канале здесь мы легко и непринужденно говорим о том что по каким-то причинам не спи там и камеру включил не вычитать добрые новости глядя на тебя улыбайся это добрые новости здесь мы легко и непринужденно говорим о том что по каким-то причинам не попала в главные заголовки новостей неделю нужно начинать с добрых новостей и первая новость пришла к нам из витебска оао витебские ковры создали эксклюзивный дизайн ковра для популярного российского артиста сергея жукова об этом предприятие сообщила в своих социальных сетях и так тысяча хорошая новость сейчас у у сергея жукова тот который из группы руки вверх на стене будет висеть ковер с его фейсом я на самом деле я бы его стелил на пол если солодухи сделать ковер и подарить можно было бы возле двери положить до чтобы соседи вытирали ноги до либо ковер с лицом макса коржа на котором удобно переобуваться днем 26 января витебске на карнизе 3 этажа с внешней стороны дома по улице ленина повисла 82-летняя пенсионерка об этом сообщили у мчс по витебской области мне кажется это замечательно во первых с бабушкой все хорошо она жива-здорова второе мне кажется это тоже очень круто потому что витебске живут самые сильные бабушки ну вообще интересно зачем она вышла в окно это железная леди это может быть было маргарет она была не у своего деда она была не у своего деда но тут внезапно вашим вошла бабушка того самого деда и пришлось этой бабушки висеть просто на морозе на карнизе 3 этажа вот любви все возрасты покорны по сообщению белта в беларуси зарегистрировали новую породу коров она называется бел гол штин новая порода молочного скота уже насчитывает 1 миллион голов их потенциал продуктивности впечатляет на одно животное 12 тонн молока при содержании жира 3 и 6 процента белка 3 и 2 процента а как-то расшифровывается я думаю белорусская голова а вот штин вот как штин можно расшифровать это что-то немецкое что-то немецкое значит эта корова дает молоко только своим я думаю такими темпами можно будет вывести беларуси корову трубу сразу масло давать раз это кубики масла кубиками как вам батт только корову вам батт будет коров вам батт еще одна очень хорошая новость на самом-то деле из бобруйского шоу-бизнеса я бы я бы так назвал бы ее бобруйский барабанщик собрал более 300 тысяч просмотров в тик токе по словам саши это автор этого канала идея была в том чтобы показать как он каждый день пьет кофе и играет на барабанах то есть он барабанщик дизайнер на видео он играет на барабанах и заваривает кофе все и вот это видео собрало 300 тысяч просмотров самое интересное что бобруйский живет меньше людей чем посмотрели это видео его выберут мэром теперь я думаю если конечно мэр не снимет что-нибудь подобное вот это очень хорошая новость об этой новости говорил мой коллега в пятницу но я не мог обойти ее стороной в бобруйске проведут курсы безопасного падения по словам организаторов люди смогут научиться различным техникам падения вперед на бок на спину программа падения состоит из пяти модулей первый модуль как правильно падать назад на спину второй модуль как правильно падать на бок в третий модуль как правильно падать вперед четвертый модуль как правильно падать назад с кувырком перекатом явно скури odpow't как как это есть ты вот падаешь назад девушка варок встаешь и типа молодец да да и все по тому что ты гимнаст не низгородный да и 5 и 5 модуль как правильно падать через препятствия я добавил в бобруйске это Очень актуально. Идешь по улице, видишь препятствия, подскальзываешься, но красивенько. Коммунальные службы не убирают улицы, поэтому решено не убирать улицы, а просто научить людей правильно ходить по ним. Слушай, я думаю, что это дешевле, по крайней мере. Следующая новость пришла к нам из Кобрина. Под Кобрином вдоль дороги в ряд выстроились 17 снеговиков. Вот, можно посмотреть на видео. Через некоторое время туда подъехал милицейский патруль и разогнал несанкционированный пикет снеговиков. Я не знаю, чем не понравились милиционерам снеговики, они же были просто белые. В протоколах иногда пишут, что целеустремленно стояли. Потому что в стране отмороженной должен быть только один человек. Следующая новость в тему наркоманов. В Лунинецком районе закрыли притон. Теперь у белорусских милиционеров осталось одно развлечение. Ездить и разгонять несанкционированные пикеты снеговиков. Такое грустное лицо сейчас было. Ну, притон-то закрыли. Белта сообщает. В Витебской области молодым животноводам в течение первых трех лет будут выдавать ежемесячно к зарплате по тысяче рублей. Вроде бы хорошая новость, но я специально поинтересовался. На животных тысяча рублей в месяц. На животноводов, я помню. На животноводов тысяча рублей в месяц. А на человеководов, то есть на молодых мам до трех лет, матери будут получать по 131 рублю 44 копейки. Представляешь? То есть в Беларуси выгоднее растить животных, чем детей. Получается так. Но за животноводов очень радостно. Очень радостно. Прикинь, по-моему, это вообще жесть какая-то. Брест-Сити сообщает. Я обожаю названия эти. Брест-Сити. Гомель-Ньюс. Я всегда говорил, что я из Лида-де-Жанейро. Лида-де-Жанейро. Брест-Сити сообщает. На Луцкой в Бресте может появиться объект общественного питания до 200 мест. Мне очень нравится, что может появиться, а может и не появиться. Ну, то есть такая... В общем, делаем ставки. Администрация Центрального района Минска вызвала по жалобе руководство бара алкоголи. Суть претензии к заведению в том, что на его дверях висело объявление. Котики, носите маски. Без них нельзя в бар. Слово «котики» посчитали неуважительным обращением гражданам Беларуси. И что хочется сказать. Котики, не ссыте. Все будет хорошо. Это были Добрые Новости. Встретимся в следующий понедельник. И самое главное. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал. Нам очень нужны ваши колокольчики, ваши звоночки, бубенчики, лайки, комментарии. Поддержите нас. Это были Добрые Новости. Я Андрей Марков. Пока-пока. Добрые Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...